Народная мудрость Народная мудрость Народная мудрость Я впервые думаю А попробую я ее глазами взглянуть на этот роман Действительно, молодые немножко по-другому это чувствуют Ну слушайте, я попытался Я так вспомнил сюжет трех мужских А-а-а, бригада Это Три пацана-кореша Из-за подвеса гулящей королевы Вы вдумайтесь Замочили уйму ни в чем не повинного народу Д'Артаньян просто пахан настоящий Его Бонасье приутил А он соблазнил его жену И за это избил самого Бонасье Другое дело, что, конечно, гений, талант, дюма И у меня еще один знакомый мне говорит Ну такой полуприятель, вот так скажем Говорит Ты знаешь, это молодое поколение ничего читать не хочет У меня аж сын подрастает Он не читал даже доктора Живаго Я говорю Ты что издеваешься над сыном вообще? Ты сам читал доктора Живаго? Он говорит, нет Я говорю, а что ты хочешь от сына? Вот я, например, доктора Живаго 47 раз пытался читать Но другое дело тогда Это был антисоветский роман За это дали Нобелевскую премию Сиги у Пастернака замечательный Но доктор Живаго Сегодня трудно молодежи читать Другие биоритмы Вы заметили, молодежь в оперы не ходит Почему? Казалось бы, что вы отсталые? Они что-то чувствуют фальшь одну Не в музыке, нет А я выскажу свое мнение Я думаю, со мной многие согласятся Но Многие опять будут стесняться высказывать свою мысль Ведь я понимаю, что ползала вообще в оперы не ходят Но если Но признаться в этом не признается А я могу признаться запросто Я уходил с лучших опер мира А я Первое Если поют со словами, я хочу понимать, о чем поют Я ничего не понимаю в оперу Вот, или вы без слов поете Или Ну, когда О, это задние ряды Они меня понимают Но Ну, действительно Я хочу знать Ты в любви признаешься Они Они поют только гласные О-о-о О-о-о Я ничего понятнее Я Другое дело, что Арии действительно поют Хорошо Потому что Красивая музыка Великие композиции Я лучше Арии буду слушать А потом еще Когда влюбленные не могут поцеловаться Потому что оперных артистов, фигуры дирижаблей. Они подойти друг к другу не могут совершенно. Мы уже привыкли к совсем... И знаете, в операх что есть? Почему вот мне молодые люди одни сказали, они закончили Гнесинку по классу оперное пение. Они говорят, оперные певцы очень с собой любуются. Они не хотят поделиться своим чувством. Вот они любуются своим голосом. Знаете, вот я пошел... У меня еще один знакомый затащил на оперу, на Бориса Годунова, своего сына, только сказав ему, что там будут лошадь показывать на сцене. Сын говорит, лошадь, пошли, пришел. Пол оперы дергал папу за ругав. Когда лошадь выведут? Когда лошадь? Он говорит, мне уж неудобно, что мы на первом ряду сидим. Когда лошадь? Вывели лошадь, он заплодировал сына. Говорит, пап, пошли. Я посмотрел лошадь, все, уходим. Я... Когда... Я пошел смотреть царскую невесту. Царская невеста. Когда невесту царскую играет актриса, которая от 68 до 84, у меня ощущение, что царь был некрофилом, я вам честно. А когда мы... И еще Центнер с Гаком, вот такая вот невестушка такая... Какая, знаете, такая копилка на базаре. Вот тут вот прорезь надо сделать, и туда в щель монеты опускать. А Марина Мнишек... Марина Мнишек... По сравнению... А это вообще два Центнера с двумя Гаками. А Гришка Трепев... У него фигура такая вот... Диафрагма, волосы и голос. Все, ничего больше нет. А Марина Мнишек его должна предупредить об опасности, а он выскочит в окошко. Выскочить. Я показал его, вот... Вот это выскочить... Это очень сложно. Чтобы он выскочил в окошко, окошко сделали просторным, так, чтобы парусность прошла его. И подоконник на 3 сантиметра от пола, вот так вот. Я никогда этого не забуду. Гришка Трепев разбежался. Он думал, что он разбежался, вот так сказать. Вы видели когда-нибудь, как разбегается колобок, нет? Он подумал, что он оттолкнулся. Зацепился за 3 сантиметра. Там развалился с грохотом. Задние ряды привстали посмотреть, что там происходит. Я думал, что это только у нас. Не. На Западе то же самое. Недавно смотрел Травиату. Это особый рассказ. В Париже. Виолетта. По сравнению с ней, с Виолеттой, царская невеста, костлявая модель. Вообще, это... Это снежная баба весной, с оплывшими боками вот такими. Поет хорошо, и они что... Ну, смотреть невозможно. А я еще бинокль взял. Хорошо там перевернуть можно, вот так, чтобы она подальше казалась. Сколько ей лет сказать невозможно. Одно могу сказать. Точно, у нее Паркинсон на руках. Уже давно у нее. Тремоло вот это. Почему видно? Да потому что она письмо получает по сюжету. И она стоит письмо, дремоло, вот такое. Вот. А в зале русские... Это особое отступление сейчас будет. Русские в опере в Париже. Это надо. Русские в Париже ведь что для русских главное? Семиразовое питание. Шестиразовый шоппинг между семиразовым питанием. Приходят в Лувр, говорят гиду, у нас семь минут. Все шедевры за семь минут. Ну, в крайнем случае восемь можем дать. И вот после семиразового питания и шестиразового шоппинга, зачем тебе в оперу ходить? Объясните, зачем? Пойди поспи дома. А наши еще сектором сидят. Как только увертюра началась, все, улет туда, в медитацию в верхних слоях. А еще сектором сидят, и весь сектор. Только головы болтаются, как брюква на ветру. Правда, я не видел брюква на ветру. Хорошо, у кого есть слух, те хоть в тональности храпят там. Но тут даже русские проснулись, потому что Виолетта трясла, письмом трясла. Готовы? Готовы? И уронила. А дальше сюжет не идет, потому что она читать должна это письмо. Если бы у нее бинокль был, как у меня, она должна поднять. О-о-о, цирковой номер. Она пытается согнуться. А потому что, когда у организма нет талии, организм не знает, где сгибаться. Если бы у нее была липучка на копчике, она бы так, а, и подняла письмо. А тут организм она насилует, сгибает, и организм упал. Весь. Лошмя. Альфред понимает, что надо спасать положение, потому что оркестр уже по третьему разу одно и то же играет. Он вышел, Альфред тоже из дирижаблевидных. Дал ей руку, поднять хочет. Она хочет быстрее встать, как рванет, и Альфред упал. Две гусеницы, прикнопленные к гербарию, колупаются, встать не мог. У дирижера на палочке Паркинсон начался. Музыканты духовых наплевали в инструменты от смеха. Но одна опера, одна опера, мне очень нравилась в советское время, я ее смотрел семь раз, и всех знакомых и друзей, которые приезжали в Москву, я водил на эту оперу. Называлась эта опера «Повесть о настоящем человеке». Ой, вот там, там, ребят, там пели все ноты, там все буковки произносились в советское время, потому что были слова Ленин, Сталин, не пропоешь, будешь петь в другом месте. Это опера гениального композитора Прокофьева. Прокофьев, говорят, прикололся просто, потому что, потому что просто надо было написать. Да, молодые не очень знают, о чем «Повесть о настоящем человеке», поэтому я коротко скажу, это о летчике Мересеве, которого разбили, и Полевой написал «Повесть о настоящем человеке». Ну, что вам сказать? Это действительно незабываемо. Открывается занавес, увертюра, это ползет Мересев под музыку. Не просто ползет, поет шаги, ползки, извините. Тысяча первый, и так восемь минут. Единственное, по чему я порадовался, что он не с первого шага начал это петь. Спокойно, спокойно, сейчас. Далее. Далее. Поет, поет, я не могу так петь. Чу-у-у. Это он поет. Чу-у-у. Медведь. Притворюсь мертвым. И, брык, откинулся. Вам ха-ха? Но когда на сцену вышел медведь, че ха-ха? И запел тенорам. Вы слышали, как медведи тенорам поют? И что запел? Что-то мертвичинкой запахло. А этот, который отбрыкнулся, я мертвый, я мертвый, и подмигивает залу, мол. Но он, он когда полз, он еще пел, о, я забыл. О, шишечка, съем шишечку. А во втором действии хор-партизан, а напротив хор-крестьян. А хор, знаете, как советский звучал? Ох, мощно так. Ах! И вот хор-партизан Мать твою! Хор-крестьян в ответ Мать мою! Мать твою! Мать мою! И кто-то один Немцы замучили. А в конце оперы хормит сестер, как вам нравится. Отрежем, отрежем, Мересиеву ногу, отрежем, отрежем. И Ария Мересиева в заключение. Спасибо партии за мой протез. Ария Мересиеву Ария Мересиеву Ария Мересиеву Ария Мересиеву Ария Мересиеву